И каждый раз, когда он идёт не в том направлении, попросили... В общем, парень-рисковый игрок решил проставиться на бабки. Видимо, эксперты будут швырять деньги прямо в экран, прямо на пол, каждый раз, когда VulaJine будет ошибаться. – Господи, когда ты уже начнёшь VulaJine? Вот он начинает. 3-2-1-1. Да, вперёд, VulaJine. Это, говорит, очень тупой трек, трюк, когда вы нажимаете A&B, и, в общем-то, игра начинается быстрее без катсцены. Нужно быть волшебником, чтобы нажать две кнопки одновременно. Как же много они разговаривают! Еще какие-то люди по скайпу даже сидят. Говорит, что лучшее, что есть в игре, это пролог, потому что он очень трогательный, поэтому он его пропустил. Потому что это занимает 15 минут, у него нет на это времени. Я не слышу, что говорит парень по скайпу. Видимо, он жертвовать точно ничего не будет. О, приветствую. Мы уже проходим в Ори. Видимо, по скайпу сидит разработчик Ори. И он обещает, и я напоминаю, за каждую смартфону Ладжина он отдает 15 долларов. Да, констальвания закончилась. Для того, кто присоединился, я не сумасшедший. Я разговариваю с комментатором, которого вы просто не слышите в моей голове. Я не милый! Ладно, я продолжу. Включайся там. Ори, если вы знаете, достаточно новая игра, как в принципе, так и для спидранинга. И, как я говорил раньше, первый спидран Ори, по-моему, занимает час сорок, и сейчас он уже упал до 50 минут и меньше. То есть, достаточно быстро находит скипы, и я достаточно быстро приобретаю популярность в... Ты пропустил немножечко, разработчик сказал, что если Вуладжин побьет свой собственный рекорд, то получит от него специальный код к игре. Такие дела. Фид какой-то. Специальный код к игре? Интересно. Также, когда Вуладжин идет не туда или умирает, он жертвует доллары. Врачам без граффицы. Да. Я знаю, что... Смотреть, так как у него прохождение будет на AllSkills, и он будет собирать абсолютно все способности в этой игре. Я не знаю, просто будет ли он использовать глюченое парение с помощью меню. Конечно, будет. Спидран, да? Конечно. Ты пропустил. Вот в Касселиванию предыдущие проходили, он просто ткнулся в стену и телепортировался почти в конец. И забагал себе бабки. То есть, по сути дела, он просто багал игру 20... нет, 15 минут к ряду. Это нормально, это Касселивание. Кстати, начнет Касселивание. Надо бы разыграть плакаты, как блок Касселивания закончен. И кто еще скажет? И о том, что вышел из игры, он сказал... Это специально сделал. Видимо... Он не мертв. Не, он случайно вышел из игры. Он пытается сделать баг. Нет, он говорит, что пытается сделать глючи, только что. И так, в любом случае, так как блок Касселивания закончен, мы разыграем сейчас плакаты. И если вдруг кто-то не участвует в этом розыгрыше плакате, советуем вас. Я их все время напоминал. Должны бы. Может на паузе между Ори разыграешь? Или там не будет большой паузы? Да я думаю, нет, я разыграю сейчас в принципе, а потом идите дальше. Итак, и давайте... Попробуем просто вытащить нашу... Победителя. О, гад. Терно, что они... А мидбоя не будет, да? Нет, в этом году мидбоя не будет. Ах, жаль, это самая динамичная игра, наверное, в которой играл я. И нажимаем. И выбираем победителя. Ну и кто же у нас долгожданный победитель? Джет 938, кто-то. Джет 938. Поздравляем. Конградс. И в принципе, на этом заканчиваем розыгрыш огромного плаката Кословании. И напоминаю, что... Мы также разыгрываем коллекционное здание Кослования Lords of the Shadow. И для того, чтобы его выиграть, вам надо... Зайти здесь коротко в контакт. И заглянуть в нашу группу Games Done Quick, где написано, как это сделать. Я не знаю, почему он прыгает в такт лягушки, видимо, в этом есть смысл. Да, это тоже мне было непонятно. Ну, видимо, лягушка, видишь, он дамажит АОЕ, короче. Не, он не зря её ведёт. Ну, нет. Только определенные. Он только... Он только слышит от этого первого сета спайков, который мы... Система, который мы имеем, очень громко. Мы должны... Мы должны флаггать каждого сета спайков, как уничтожить врага и игроков. Говорит, в игре очень хорошая система. Шипы, говорит, наносит урон всему живому, но в основном только игроку. Отличная игра. Так ты, боже, ты пропустил, когда они нахваливали все движения в Кастрюлане. Это очень смешно. Говорит, вы не представляете, что он делает? Он закликивает босса. Это я видел. Вау. Убои. Интересный момент, то что, на самом деле, ты такой смотришь, да, я так же могу... Подержи моё пиво и тут... Садишься играть и... Зависаешь день в самом начале, это как-нибудь что-то сложно. В Ори, кстати, я играл. Это вот та игра, в которую ты мог бы сказать, что я лично играл. Просто как вышло... Интересный платформер, и я поиграл. Я думаю, что Ори вышла во времена, когда люди, играющие в видеоигры, не обладали пятью подбородками. Поэтому... Кто Ори-то? Ну да, то есть, это современная игра, поэтому ты точно... А вот я не смог. Как я не пытался. Я не смог себя заставить поиграть в неё. Ну, это такой, в принципе, обычный платформер. И... И... Тут, скажем так, есть множество спелов. Или из способностей, которые есть у Ори. И все эти способности, то, что вот мы видели... В меню... А я думаю, Ори... Это... Толстая штука в маске, мишка, я не знаю. На самом деле, штука в мишке присутствует буквально пару минут. В начале игры, и все. Да? Почему на обложке? Ну, ладно. Боже, не появляется вообще. Геймерс. Игра выглядит, ну, не очень быстро, на самом деле. Ну, это же не получилось все нужные скиллы для того, чтобы быть быстрым. Такое плавненькое. А на самом деле, кстати, вот то, что сейчас вот... Как они играют за Ори. Учитывая механику то, что Ори может бегать по стенам. Ааа... Тут уже очень похоже на мегамайлы. Они точно так же отскокивают стены и доходят до тех... Скоро-то, допрыгивают до тех мест... Ааа... До которых, в принципе, пока Ори не должна добираться. Потому что обычно Ори бегает по стенам, а они именно отпрыгивают такими постоянно. Разве это не очевидный глюк, который... Могу сказать точно, что спидранеры поработали на компанию, которая выпускала эту игру. Они могут выпустить патчи, исправить все баги, чтобы никто и больше не спидранил их игру никогда. О, так было в какой-то игре, я не помню какой, когда они честно сказали, что не любят спидранеров, и вообще наша игра не сломана. И на протяжении недели делали несколько патчей. Не помню, какая игра на компьютер, но это тоже платформер был. И на протяжении недели, в общем, выходили патчи, спидранеры... Скажем так, все... Трюки спидранеров уходили на второй план. Спидранеры ругались. Компания, которая выпускала патчи, тоже ругалась. И в итоге... Всегда что-то того, что... Игру за патчей настолько, что спидранеры на нас лишь патчи еще хуже. И... Просто компания, которая разработчик этой игры, просто сдалась. Сказала, ладно, мы уж не будем выпускать патчи. Я не знаю техническую часть создания игры, но неужели тяжело написать код без багов в платформере? Не понимаешь? Ну, видимо, да. Это то, что случилось. Тут спрашивали, вчера был по Dark Souls второму или DS2. Это же... Как он там быстро бегал? Dark Souls 2? Походу, да. Dark Souls 2 будет только на неделе. Послезавтра. Но DS2 был чем-то другим. Ну, я им сказал, что ты эксперт по всем вопросам. На самом деле, самый интересный момент, что, в принципе, именно под конец марафона, где-то в последние дни, нас ждут достаточно новые игры, скажем так. Портал, потом Dark Souls 2 и другие. Ну, видимо, специально сделаем такое расписание, чтобы первые недели, да, то есть были именно хардкорные, олдскульные ребята, которым интересно смотреть на Кассельванию, там, ну, и так. Аж под конец уже более молодая кровь, так сказать. Ну, да. Смотреть на Dark Souls. Hotline Miami, опять же. Hotline Miami, да. Я случайно зашел в то расписание и, короче, ну... Забавный момент. Hotline Miami, это даже больше паззл, чем экшен-игра. А, первый или второй Hotline Miami будет у нас? Сейчас будет второй. Второй. Чищ. Это очень потная игра. Я так и не прошел Hotline Miami. О, что-то приключилось. Нет! Нет! Он полностью умер в игре. Он должен был сделать очень простой трюк, как я сказал. Я очень долго тренировал, он моментально от него умер. А, то есть они смеются над тем, как он умер, выполняя легкий трюк. Да. Ну, и когда я слышу это со стороны, для меня это вообще-то как-то странно. Это как... Смотреть на этого неудачника, мастера кунг-фу, не можешь сделать удар с разворотом в тройном сальто-мортале. А я такой сижу, даже пошевелиться не могу нормально. Вот этот парень для меня что-то такой же на игровом уровне. Воджин, добавно, что в самой игре, да, ну, выиграл из тестики, он на десятом месте по скорости прождения. Видимо... Видимо, это все куплено. Не, он говорит, что в этой игре есть ачимон, прыгните 15 раз подряд. Вот, и имеется ввиду 15 раз подряд как в банни-хоппинге. То есть, когда вы прыгаете, вы заметили, что Ори вообще передвигается не сколько пешком, но часто прыгает. И на самом деле, анимация прыжка достаточно быстрая, и он не теряет скорости прыжка, поэтому что прыгать, что бегать, может выдвигаться достаточно быстро. Упускаем мы игру, ну-ка я валюсь попробую. В данный момент мне как бы рассказывал как раз спидранер, что возможно ли выскочить, скажем так, за пределы карты в этой игре, то есть есть ли тут Out of Bounds, и он говорит, что есть, что в предыдущей как раз комнате можно было это сделать, но просто пока, скажем так, мы не нашли в игре достойного применения Out of Bounds, и так как он играет в категории все способности, то он тем более говорит, мы не будем использовать Out of Bounds. Ах, вот почему она такая долгая, только потому что он собирает все спеллы. Да. И это момент, который я, скажем так, очень долго ждал в игре, чтобы показать именно эту спасенность в игре. Да. Это Bashed называется. Вау. Ну, грубо говоря, это просто банальный Dash. Вроде он телепортируется или отталкивается? Очень похоже на Dash, да, просто от разных предметов. А Bash даже. А Bash даже. У должен признать, что чем больше способностей он набирает, тем игра выглядит куда красочнее и динамичнее. Ты был прав. И вот как работает, в общем, эта способность. Он говорит, если на вашем экране есть враг или какой-то выстрел от врага, то вы можете схватить этого врага или выстрел в воздухе и ударить его и ускориться в ту сторону, в которую показывает стрелка, которая появляется во время способности Bash. Как видите, он просто очень быстро начинает передвигаться по экрану. Нужно собирать ключики, чтобы открывать двери. Он соберет три ключа, отойдет и они останутся у него в инвентаре. Да, то есть, грубо говоря, ему не надо собирать ключи заново каждый раз. То есть, игра сама засовывает ему ключи обратно в инвентарь, если он использует их на достаточном дальнем расстоянии от двери. Он говорит, даже не знает примерно, кому пришла идея в голову это проверять. Кто решил, что это возможно? Я вот догадываюсь, на самом деле, как, ну, некоторые другие другие находят. Они говорят, что даже не знают примерно, кто бы мог, откуда этот баг точно пошел. Вот забавно у меня в спидраннинге, что некоторые вещи понятно, как находятся. Ну, то есть, человек играет, допустим, провалив с текстуром, а дай-ка попробует сделать там. Допустим, потому что игра глючная. Вот, допустим, ты играешь в платформинг Ори, у меня вообще ничего в этой игре не произошло такого. Как они догадываются за некоторых вещей, для меня загадка. Слушай, однажды я в мидбое за карту выпрыгнул и был жив. То есть, это происходит время от времени. Иногда ты просто находишь баги. Понимаешь, он снова умер, что ли? Да. А, он же проигрывает 15 долларов каждый раз, когда умирает. В этом фишка. Я и сам об этом тут забыл. То есть, он торчит уже 50 долларов, 45. В прошлом году, когда был IGQ 2014, Витвикс играл iWannabe the Bosch в одной из самых сложных игр. И каждый раз, когда он умирал, он говорит, я буду жертвовать 20 долларов. Я ему говорю, и, скажи так, раненец леса. Ну, там, по-моему, он умер сто с чем-то раз. Господи. Так вот, но ты в этой игре нас... Скажи так. Да нет, делай в этом, потому что в игре ты и так много умираешь. А в этой игре... Я знаю, я знаю iWannabe the Bosch, как и его BTG. Да, да, да. Все эти хардкорные штуки для людей, которым не жалко своих нервных клеток. И проблема в том, что... Ну, точнее, не проблема, а шутка в том, что... Витвикс не только жертвовал деньги, но и сказал, что деньги будет также жертвовать Броман. Вот его друг, который у меня сидел сзади. И скажет так, он делает и без разрешения Бромана. Но Броман в итоге согласился, так да, окей. И когда он дошел до самого конца, у него было что-то 86 смертей, или там 8-9, и он так и стоит. Знаете, что? Ради благотворитель начинает быстро нажимать кнопку Resurrect, убивает персонажа. Поэтому он подпекает Броман и останавливает его, не делая это. То есть, грубо говоря, сейчас, если Вуладжин скажет, ой, ради благотворитель, и он начнет постоянно умирать, то разработчики Ори пожертвуют неплохо денег так. Я думаю, для Вуладжина это не очень большие деньги. Топ-стример все-таки один из... Но если бы сзади жертвовал его друг в очках, которого даже не включили на диван, в общем, в общей камере, это было бы смешно. Я не могу каждый раз... И он так что говорит, что Майкл, это один из разработчиков, кто-то играл. Часто целовался с ними в чате, когда они начали только спидранить Ори. И каждый раз, когда спидранеры что-то находили, Майкл спрашивал, а что вы нашли? Он сказал, о, круто, а мы даже не знаем, что так можно в нашей жизни сделать. Спидранеры, это своего рода можно им давать, собственно, игры тестить. Да, тестить игры. А про баги? Что касательно багов? Ну, представь, примерно, в среднем игра продается, ну, там, на 15 тысяч человек. Соответственно, существует 15 тысяч вероятностей, с которой можно пройти игру. И один человек найдет какой-то баг. Или пять человек найдут баг, и один его задокументирует и поймет, как он работает. Ну, очень просто. Если бы в игру играет один человек, то вряд ли он найдет все баги в ней. Это да. Небольшой момент. Айвона без Эгай легче, чем Айвона без Эбоши. Айвона без Эбоши был разработан после того, как разработчик, скажем так, этой игры, поиграл в Айвона без Эгай и подумал, что эта игра слишком легкая, и пора бы сделать ее посложнее. Вот. И на самом деле, в Айвона без Эгай даже, я лично доходил дальше, чем смог пройти в Айвона без Эбоши, учитывая эту игру. Хм. А я прошел его БТГ до харди в свое время. А, ну да. А как начать Боши? Боши не играл. Ну, Боши, оказывается, сожжение в итоге. Ставлю тебя буквально три минуты одного. Да, конечно. Небольшую. В принципе, мы вернемся к переводу игроков спидранов. И, как видите, большую часть времени теперь Володжин использует бэш, который вам получился в начале. Только что он пропустил одну из кат-сцен. Для того, чтобы ее пропустить, он просто использовал бэш на одном из выстрелов врага, чтобы пролететь ровно над триггером, который активирует кат-сцену. Вот, и я вам говорю, что если вы используете бэш ровно с другой стороны триггера, то триггер даже ни в коем случае не заденется. То есть, кат-сцен, в принципе, там и осталось один. Кирилл, какую максимальную отметку пересекал твой стрим по количеству людей онлайн? Онлайн? По-моему, тысяча чем-то, тысяча шестьсот. О, вообще мило. Это было в понедель... нет, это было... По-моему, в понедельник, где-то в середине дня, когда мы первый раз вырвались на основную страничку твича. Периодически заскакивает очень много иностранцев и пишет What the fuck, man? Is this Russian or Serbija? Да. Очень забавный момент, что нас уже рейдило два разных стрима. Сначала нас рейдил немецкий стрим... рестрим. Вот, набегал с немецким словом хайп Румель. Вот, а потом набегал французский рестрим... ой, испанский рестрим. Я в чате даже натыкаюсь на своих знакомых из жизни. Здороваются со мной, это очень мило. Ну, ладно. Микки Маня была... давно. Уже на самом деле во время был как Дисней экстраваганзой, а он был в понедельник. Достаточно... а, даже в понедельник. Да, в понедельник. Мало людей могут скиднуть в этот момент. Ну, я думаю, поскольку ты у нас лингвист, перевод я. Лучше доверить тебе в данный момент. Остаешься теперь на меня. Да, теперь это на тебе. Я успешно справился с двумя играми. Похвалили меня. Которые были достаточно глюченными играми. Очень. Не, ну, первое создание, которое вы показывали, было очень даже... Нормальный. Ну, я бы не сказал, суперинтересный, но нормальный. У Ори приятно смотреть. Ну, в основном, потому что... Это просто красочная платформа. Да, потому что, в общем-то, Ори был создан для того, чтобы на него смотреть, а не спидранить, видимо. Но уж Лоджин разрушит этот миф. Так что вы увидели... Только что вы увидели, как с помощью врага и способностью бэш он снова пропустил одну из кат-сцен. Скажем так, запрыгнуть на дерево, на которое, в принципе, запрыгнуть не надо было так рано и нельзя. И как вы видите, именно способность бэш позволяет Лоджингу преодолевать почти все препятствия. Ну, собственно, как я правильно понимаю. Есть определенные локации, в которые нельзя вернуться без определенной способности, но это шарлатан. Это шарлатан. Это дешится. Я напомню, что способность бэш можно использовать не только от врагов, но и от выстрелов, которые он совершает. И он только что неплохо слицетился. Потому что бэш почему-то сработал совсем не так. Стрелочка вела влево, а его размазала об стену только что. Хотя он будет потом... Уйдет все очень большое отставание от меня. Да. То есть, а, вот, вот как он прилетает при этом дальше за бэш, почему он вообще может преодолевать очень много моментов, которые, в принципе, обычный игрок не может, что когда он использует поставить бэш, он отпускает кнопку направления, и Ори может пролетать намного дальше, чем задумано. То есть, он еще больше дополняет бэш? Ну, да. Грубо говоря, обычный игрок держит какую-то сторону, в которую хочет лететь, а в данный момент он лишь один раз направляет, потом сразу же отпускает. И что-то получается по инерции. Ну, понятно, что... У Ладжин все-таки обладатель рекорда, походу. А мы можем, кстати, посмотреть, кто обладает рекордом Ori and the Blind Forest, так как эта игра очень новая. Корее всего это у Ладжин, раз он уже тут. И сказали же побесить личный рекорд. А личный рекорд, не знаю, что другие вещи, это Personal Best, что у каждого спидраннера есть такие вещи, как Personal Best. Ну, вообще, у каждого человека есть тема, как Personal Best. Ну, да. Итак, на Ori and the Blind Forest в категории абсолютно все способности и неиспользование вылетания за пределы уровня, то есть, на ООБ, первым является Ики Вульф, который послал рекорд 3 дня назад за 34 минуты через 3 секунды. И запомнил момент, что, скажем так, рекорды ставят уже на протяжении. То есть, если посмотреть на сайты, когда были загружены последние спидраны, написано, что 2 дня назад, 3 дня назад, недели назад. То есть, сообщество спидраннеров именно по этой игре достаточно активное. Потому что, если вы хотите начать спидрандить эту игру, в принципе, у вас есть с кем поговорить на этот счет. Если вы ищете на что потратить 15 тысяч прохождение, на что потратить, не знаю, часов 40-100, то... Просто попробуйте научиться проходить Ори за хотя бы 50 минут. Ну, да. На самом деле, все зависит от того, нравится вам эта игра или нет. Я вам напомню, что... Думаешь, эти люди действительно любят игры? Да. Ну, как бы, не в смысле любят игры, а в смысле, ну, если ему действительно нравится эта игра, или он просто выбрал ее, потому что с технической стороны он знал, что спокойно пройдет ее? Да нет, не совсем. Для начала люди выбирают игру, которую хотят спидранить, именно основываясь на идее, что, у, мне нравится эта игра, буду спидранить. И когда ты начинаешь спидранить игру, у тебя возникают абсолютно другие ощущения от игры. Когда я начал играть в Shantai, ну, в принципе, интересная платформа, ну, почему бы и нет. И когда я начал ее спидранить, попробовал, у тебя появляются совсем другие ощущения, когда ты используешь баги, ты двигаешься по-руму невероятно быстро. Ну, скажем так, эдакое чувство эйфории после того, как ты проходишь игру супербыстро появляется. Да, есть такое. Единственная игра, которая прошла супербыстро, это была, собственно, мидбой. Я играл в нее раз 10 и мог ее довольно быстро пройти. Но не собирая все секреты, разумеется, всех персонажей, поэтому я даже не уверен, смог бы ли я их получить сейчас. Мне правда интересно, почему он в данный момент использует бэш для того, чтобы подняться по вот этому потоку возраста, потому что у него есть перо, которое он использует. Он еще какого-то слизняка доталкивает. Ну вот я о чем говорю, зачем он интересно это делает. Возможно, это специальный сетап для... Для того, чтобы проиграть еще 15 долларов. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сколько долларов выложить в ладжин? Не, он сказал, что будет деньги тратить от создателей игры. Так, и я так понял, что он закидывает туда врага по одной причине, что так быстрее, чем лететь вверх. Я думаю, что вы получили безопасность или нет, мой друг. Так, Майк и Дэвид, я интересен, что твои первые думали, когда вы видели этот трюк, который мы делаем здесь? Мне интересно, что вы подумали об этом трюке, скажем так, о жонглировании лягушкой. Он спрашивает у него разработчика игры. Он говорит, что он был очень странный. И они посмеялись со всеми разработчиками, когда первый раз увидели, что эта жаба делала. А, теперь понятно, зачем он запихивал лягушку на самом верх. Вилле, ему надо было сделать так, чтобы она выжила. И эта лягушка... Пробила... Потолок, да. Который там есть выше. Пробила потолок. И в данный момент он получает еще один из самых важных скиллов в игре. Это тройной прыжок. Чью, игра станет еще более динамичной. Я думаю, да. Какая игра следующая? Шалтай, да? Шантай, да. Это как раз игра, которую я пробовал спидранить. Спидранить даже. Не о чем я говорю. Опять еще. Очередные 15 долларов простоял Улла Джин. Мне говорят, это первый раз, когда я умер на этом. Сконцентрируйся. Хотя нет, Улла Джин, не концентрируйся. Больше денег и боготворительность, да? Да. Хотя это большой вопрос. Больше ли... Собрал ли он бы больше денег, если бы прошел игру ни разу не умерев? Прям... Короче, собрали бы врачи больше мамы. Вот и все. Если бы он не умирал вообще. Ну да. То есть Литвио, он разве умер? Закину уже я денег на боготворительность, да? Да. Это же есть какое-то древо способностей. Но в данный момент они расскажут о том, как действует утечка памяти в этой игре. И... Как вы видите в данный момент, на заднем плане что-то происходит и... Вроде бы открыто меню. Это то, что я рассказывал. То, что он может пропустить несколько моментов и... И... Получить некоторые... Да. Он просто пропускает катсцены, сохраняясь в местах и перезаходя. Да. И плюс он... Немножко. Только что он получил один из предметов, который он будет получить намного позже в игре. Но он использовал меню, чтобы до него добраться. Потому что когда он находится в меню... Ори... Вот. Только что вот это был глич, о котором сделали. Смотри, как пролетает. Просто красота. Сейчас, один момент. Основная идея это зайти в окно, которое порассказывает вам, сколько вам надо еще орбов, чтобы левелапнуться. И если вы, например, нажимаете A и B, то есть это подтверждение отмена. То есть, грубо говоря, игра думает, что вы вышли из меню, а на самом деле вы из него не вышли. И когда вы это делаете, у вас появляется способность двигаться, пока вы еще находите меню. И вы можете пересохранить игру в каждом месте. Я не понял, честно. Это странно было. Да, эта игра как раз и есть в стиме. Все очень просто. То есть, игра вся, собственно... То есть, вся игра это как одна большая карта, да? Без подгрузочек. Я правильно понимаю? Да, да, да. Хорошо. Я так понял, что вот это меню, вот с каждого бака они используют, чтобы сохраниться и перезагрузиться. И сам скиднув в огромный кусок либо катсцены, либо просто игры. И тут у нас спрашивают, будет ли Расформ Джей и Метроид, почему их не спитранить. Метроид уже прошел, и оригинальный Метроид будет чуть позже, проходили для этого Метроид Прайм. Чуть позже будет Червяк Джим, это будет ближе к вечеру. Вот, и... В принципе, все. А вот эта Ори игра также есть в стиме, как нас спросили, если она там. По идее, во время Games Dark Week разработчики сделали скидку на эту игру, так что хотите поиграть в эту игру, пожалуйста. Приобретите ее мне сейчас, когда есть скидка. Хотите поиграть в игру, пожалуйста, купите ее в стиме. Пожалуйста, купите ее в стиме. Я считаю, тот разработчик, который разговаривает с ней по скайпу, должен нас поблагодарить за это отдельно. Спасибо вам, русский рестрим, что продаете нашу игру. Ну да. Неужели он настолько занят, что не мог явиться лично? Он же инди-разработчик, в конце концов. Вот ночь часто заходит на всякие мероприятия. Ну, даже ночь не приходит на такое мероприятие, хотя жертвует очень много денег. Обычно ночь как раз появляется... Но ночью нет времени. Ночью нет на это времени. Ему нужно потратить все деньги, что он заработал вчера. Который заработал... Ой, извините, вот в эту минуту. Он слишком занят на своей модной лодке в Атлантическом океане. Трайны еще не спидранили, возможно, будет. Спидраны по Трайне достаточно интересно. Нет, первый, второй. Третий пока еще. А третий? Возможно, уже спидранят, я не знаю. Да по-любому, уже спидранят, просто скажем так, еще пока малоизвестные. С Трайным прыжком все движется намного проще. Еще одни 15 долларов проставил нам Булла Джин. Ну, как нам. Кто такой ночью? Врачам без границ. Ночью это создатель Майнкрафта. И он очень часто... А, алло. Создатель Майнкрафта, конечно же. И он очень часто жертвует большие доллары проекта Game Done Quick. Ну, на благотворительность. И в последний раз это было, по-моему, 20 тысяч. И часто это происходит именно во время его игры. А так как Майнкрафт будет спидранить, так что, я думаю, мы можем ожидать пожертвования от ночи во время Майнкрафта. Что? Майнкрафт спидранит? А, да. Майнкрафт будет спидранить. Получаю все ачивенты. И я напомню, что у Майнкрафта есть концовка. Это победа над драконом. Вот. О, господи. Ты бы мог мне напомнить, что в Майнкрафте есть ачивки. В последний раз, когда я играл, даже не было людей Сквидвардов. Ну, да. И то, что нам подсказали, почему разработчики разговаривают по скайпу и не приезжают, это то, что у разработчиков Ори даже нет центрального офиса и каждый человек работает из своего города. В данный момент они разработали продолжение игры Ори и поэтому они заняты. Не смогли, к сожалению, приехать. А, ну тогда все в порядке. Ну, хотя, если бы я был разработчиком Ори, я бы мог просто оправдаться тем, что мне было крайне лениво ехать в этот отель. Я же разработчик в этих играх. Ну да, если учесть, что этот отель полностью переселили, что даже многие зрители, даже спидранеры, поселить в отеле рядом. Я считаю, им нужно было сотрудничать с двум отелем. И, кстати, вот сейчас нас спрашивают, каким образом будет записывать видео с Генезис? Очень легко. Есть такая вещь, как Capture Card, карта захвата, в которую втыкаются провода, как в телевизор, и через который проходит сигнал, а потом проходит сигнал в компьютер. Грубо говоря, она работает посредником и сможет выводить картинку на компьютер, тем самым записывая ее на ваш ПК, и вы можете транслировать игру. Так вот многие стримеры и делают, которые спидранят игры с консолей или стримят игры с консолей. Перепаивать ничего особо-то и не надо. Еще 15 долларов. Уже 210 долларов должен в Ула-Джин. Ты считал? Ты считал? Ты считал? За меня считает чат о трансляции. Основной трансляции. 10-10 долларов, not bad. Толт. Кстати, основной чат, по-моему, вообще нечитабелен. Он постоянно стеной несется. Бескрайние дали. Ну, когда все пишут 210, ты не пропустишь. Учитывая, что сейчас на основном стриме 100 тысяч человек, да, по-моему? 82 сейчас. 82 тысячи человек. Ну, у них ночь. Ну да, и учитывая, что сейчас этот марафон идет без остановки, но всегда. То, что держатся постоянно 80 тысяч, это неплохо. А серия Метроидов у нас. Слушай, это второе по популярности развлечения сейчас на Твиче. Первое это Интернешнл? Да, Интернешнл сейчас... Он есть. Все, что я могу о нем сказать. Он есть. Кстати, то, что мы сейчас спросили вопрос про серию Метроид, мы будем рассказывать, в принципе, об играх, которые тут спидранят именно во время этих игр. Значит, если мы расскажем заранее о какой-либо игре, нам уже будет нечего говорить о ней. Да, по сути дела, рассказать не так уж и много. Лично я, например, раз, ну, когда я сказал, в Касальване еще 15 долларов, Воложин должен быть. Когда я сказал про Касальванию, два бага перед... ЕЩЁ 15 долларов. Перед... ЕЩЁ 15 долларов. Да что же происходит? Боже, Воложин серьезно проставляет свой кошелек прямо сейчас. Да, и как сказал Камилар, это просто сейчас Воложин очень хочет пожертвовать свои деньги на благотворительность. Вот, и... Да, то есть, это надо, я считаю, даже время вычислить до смерти. Да, да, да. Двести семьдесят долларов должен Воложин. Забавный момент, сейчас Ори использует технику, которую часто используют в Legend of Zelda Wind Waker. Там есть тоже огромный лис, на котором Линк парит. В данном случае Ори парит на, скажем так, на этом большом пире. И... Когда он ускоряет, он быстро мне цевёт перо и снова отпускает, чтобы по инерции пролетать вперед и скользить. 400 долларов пожертвовали только что. 400 долларов? Неплохо. Уоложин тоже хочет... Воложинь. Я хочу напомнить, что 321 тысячу собрали на благотворительность фонд «Евтора без границ». Ну, все же ведет счетчики, я думаю. Хотя я тоже люблю повторять. Смотреть на деньги, которые они собрали, как-то приятно. Делаешь благое дело. Только что написали в одном из комментариев, который приложили к пожертвованию. Благодаря фону МСФ, очень нравится, как ты умираешь, продолжай в том же духе. Бодичка. Забавный момент, что он сказал, что люди продонатили 12 тысяч долларов для того, чтобы Володжин играл всего с тремя жизнями. Поэтому он умирает постоянно, потому что он не привык с ними играть. На самом деле он может играть с большим количеством жизней, но люди решили устроить ему челлендж и сказали проходить теперь всю игру с тремя жизнями. Ох. Жестоко. Но не для Володжина, не для такого профи, как Володжин. Уже отметка в 40 минут пройдена. Надо поглядеть, сколько будет проходить. Расписание еще разок. Ну да. И он снова умир. Еще сверху 15 долларов. Казуал, говорит, пишет. Так, смотрим расписание, сэр. Примерно забавный момент. Комментатор, который сидит за кадром и читает пожертвования, это Спайк Вегетто, который проходил Рэймона. Которого приводить было безумие, потому что он постоянно говорит. И постоянно комментирует, что он делает. Но, тем не менее, он очень клевый комментатор. И каждый раз, когда он начинает много умирать, он говорит, добро пожаловать на мой летсплей, заканчиваясь со спидранами. Вот я думаю, Володжин сейчас тоже переходит в этот режим, то добро пожаловать на мой летсплей. И он заметил это. И это достаточно долгий уровень, он говорит. И вот сейчас он снова использует меню для того, чтобы сделать... Да. Вот что он сделал. Он использовал глищ. В данный момент он прыгнул в лаву, когда он был в меню. Другая игра не регистрировала хитбокс. То есть он мог спокойно зайти в лаву и не умереть. И где он оказался? Он оказался под локацией, где была лава. Вместо того, чтобы проходить автоскроллер, он просто скипнул больше половины уровня. Забавно, что в принципе все платформеры имеют довольно схожие баги. Прыжки во время замедления кадра и так далее. Вмещение по экранам посредством перезашел. Косльване делали то же самое. Кстати, это последний босс. Это последний экран. Осталось еще немножко и Влоджин закончил свой спидрану Ори. Нет, Half-Life в этом году не будет спидранить. К сожалению, но во время Аусен Гейвзан в 2015 спидранили. Как видите, в принципе, Битлз босс выйдет как автоскроллер. Ну, это у меня есть. Но просто надо бежать, пока огромная сова ломает уровень. Но надо бежать сани настолько быстро, что сова где-то ломает за... Это было интересно. Ха, интересная история об этом. Так, мы обычно просто стомпли в огонь, чтобы прорвать его. И тогда просто специалист, я думаю, в чате Влоджин. Он сказал, я думаю, что ты можешь использовать шарджфлэм, чтобы прорвать его. И мы говорили, о, мой Бог, ты можешь. И так сейчас они рассказывают о том, как они обнаружили один из трюков в игре, абсолютно случайно. Когда они использовали все время одну тактику, чтобы спускаться через огонь. Круто говоря, они делали очень сложный трюк. А вместо этого потом один парень подсказал, почему нам просто не спрыгнуть в этот огонь. И оказалось, что все намного проще. Воды обязательно будут. Мы выложим все на YouTube после того, когда закончится марафон. Основной канал Games Done Good уже все выкладывает. Потому что у них там работает более тысячи человек. У нас, к сожалению, работает всего несколько человек. Поэтому... Но воды обязательно будут выложить. Как и на YouTube, так и на Twitch. Будут хайлайты. Да, на Twitch есть паспорт каст. А вот, собственно, и Ория. Нет, не Ория. Это просто существо какое-то, которое подобралось. А вот и слепой лес. Вот Блайнд Форест, как он бежит. Блайнд Форест. Наш второй персонаж в этой игре. Это слепой лес, да? Знакомьтесь. Слепой лес. Я думаю, что трансфер был уничтожен. Это было, как, на 43-е. 44 минуты. 44 минуты 5 секунд. Это практически лучший момент. С тобой. Достаточно быстро он пришел. Конечно, не побил рекорд. Не уверен. Но как бы основной рекорд тут 34 минуты 50 секунд. Что? Побил или нет? Я отвлекся на трогательную кат-сцену. Да, я думаю, что это правильно. В последний месяц или два. Для этой категории. Наверное. Продолжение следует. Портал будет. Если вы хотите посмотреть, когда будет какая игра, просто наберите и восклицать знак расписания. Объявляют особый код для игры. Итак, сейчас он вам на стриме покажет. Пропустите отвратительные субтитры. И титры, короче. И делай код, который тебе подсказал разработчик. Да, да, да. Итак, код, который подсказал разработчик, вот что он будет делать. Он будет менять цвет Ори. Это, скажем так, дебаг версия. Дебаг код. И он меняет на абсолютно рандомный цвет персонажа. И какой будет цвет, его абсолютно непонятно. То есть, могут быть как крутые вообще супер яркие цвета, так и полная фигня типа серого. И теперь он просто не видит своего персонажа, потому что персонаж просто слился с задним экраном. На меня этот цвет. Я говорю, теперь я буду проходить игру только так. Хотя бы персонажи вообще вообще не видят. И теперь он фиолетовый цвет. Раз уж и голым код, значит, он побил свой рекорд? Возможно. Ну, из-за того, что он... Да, он побил, возможно, свой собственный рекорд, но не рекорд сайта. То есть, ну, мировой. Спасибо, что смотрели. И следом у нас будет... Сейчас скажу, что у нас будет за игра. У нас следом... По-моему, будет Шантая. Да, потом Mighty Switch, Hotline Miami уже следует... Уже... Ну, в один сфере будет Hotline Miami. Да. А сейчас будет Шантая. Очень клёвая игра. Разработана компания WayForward сначала на Nintendo DS, а потом портирована на компьютер. В стиме, чего я ждал. И я приобрел сразу, как она вышла. И могу сказать, что эта игра суперинтересная. Ну, проходить будет я не очень долго. А, стоп. Сейчас пятнадцать. О, нет. Я ошибся в подсчетах. А это Mighty Switch Sports 2 будет проходить не очень долго. А доты не будет, ребята. Доты не будет. Будет ли до. Не хотелось, но это не International. International в соседнем окне. Да. Извините, вы дверью ошиблись. Здесь нет, не знаю, Свенов. Я напоминаю, что это лишь третий день благоволитого марафона Summer Games Done Quake, где более тысячи игроков находятся в одном месте, чтобы проходить игры на скорости ради благотворительности. Я напоминаю, что... Кирилл не будет нормально спать еще до 2-го августа. А то же до 3-го. Нормально. И если еще будет бонусный стрим, то и до всего 5-го. Вы будете удивлены, но в Дисней есть спидраны по линейджу второму. Я больше расскажу, что даже есть спидраны по доте. Я уже рассказывал то, что Рошана убивали за 32 секунды на первом уровне. Спидран по доте. И ближе к чему-нибудь заняться. Да, и главное на скорость. Шантай, игровой пак, выглядит просто сногсевательно. Абсолютно станинг. Так, во время Шантая будет присутствовать разработчики этой игры. Сейчас я не говорил, я не кратился, что в игре Шантай. Ну, она достаточно старая. И если кто-либо когда-либо играл в Шантая, то есть, ну, в старую-старую версию, то ее не слышали. И потом она перевыпустилась на... Ты говорила, вот был ремейк на Nintendo DS, и только потом она вышла на... Первое, что выдает... был по запросу Шантай, это же Шантай, правило 34, поэтому, видимо, игра хорошая. Популярная. Возьму перерыв в 10 минут. Да, да, да. На самом деле, мне нельзя делать перерывы. Контракт обязывает мне что-то типа... Да, контракт обязывает мне комментировать, даже против моей воли. Какой воли, контракт забрал и... Внимательнее, короче, читайте соглашения, которые даете. На самом деле, то, что сейчас разыгрывают Шантай Прайс Пак, он предоставлен был самими разработчиками, и художники этой игры, как бы почему-то игра фрецит так популярна, предоставят вам уникальные рисунки с их подписями и так далее. С самих разработчиков. Поэтому считается уникальным. Я уже вижу, как большой потный Нэкбирд выиграл. Возможно, чтобы нарисовали все, что угодно. Любой позе персонажей... Да нет, как бы там уже заранее подготовленные рисунки с радостью... к радости. А то я уже представил, как он их шипит. Диктует свои условия. Диктует свои условия, да. Ну, для этого есть Сахер Астерикс 4, поэтому пусть развлекается сам. Ладно, не будем о грустном, потому что все-таки это стрим ПГ-0. Не будем. Ну, ПГ-0, но он... Я запрещаю это обсуждать. Сторонние сайты? Это целое правило. Да. Может, это не об этом сайте, как... Сайт ФАП, это фонд Андрея Первозданного. Раньше был, поэтому все в порядке. Каждый с своим диваном, говорит, приходит. Приди на спидрацию.